Ребята, всем привет! Привет, ребятки! Мы, как всегда, в гаражах собрались. Олег, что мы сегодня будем готовить? Сегодня чудесная погода, у нас весна, и мы приготовим весенние щи. Они будут из свежей молодой крапивы с щавелем. Вот такое вот блюдо, советую такое блюдо готовить именно весной, когда молодая свежая крапива. Погнали, как обычно, покажем, что потребуется. Дачный сезон в самом разгаре, у тебя еще нет узбекского казана, печки, узбекской посуды. Тогда тебе в магазин имхэдшоп, ссылочка внизу в описании, и отправляем по всему миру. Ну а для приготовления сегодняшнего блюда нам потребуется куриные ножки мы взяли, можно использовать любую часть курицы, несколько картофелин, молодая крапива, только макушки брали, щавель огромное количество, пару морковок, это на ваше усмотрение, сметана для подачи, соль, перец и яйца. Вроде все перечислил. Подготовим все ингредиенты. Олег, а откуда ты взял этот рецепт? Чему мы его готовили? Этот рецепт мы ходили в новый гараж и встретили там деда. Дед несет крапиву и говорит, щи буду варить, ребят. Мы говорим, отдай-ка рецептик. Ну, короче, он рассказал, как он варит эти щи. Он без всякого бульона, можно и на воде варить, но посытнее будет. Либо на курином бульоне, либо на говяжем сделать. Немножко я этот рецепт подкорректировал, потому что у него он был чисто крапивный, мы добавим еще и щавеля. И насчет яиц. Дед сказал, короче, что яйца надо отварить и покрошить в суп, то есть порезать. Подача у нас будет немножко иная, вы увидите в конце. Мы так делать не будем. Картошку мелким кубиком, как обычно на суп. Кто-то любит соломкой, кто-то кубиком. Сделаем небольшим кубиком, чтобы она недолго варилась. И есть было удобно. Перерезаем всю картошку небольшим кубиком и морковь также еще мельче, чем картошку на мелкие кубики. Сейчас все порежем и покажем. Порезали картошку кубиком и морковь мелким кубиком. Нам останется порубить только зелень, а пока что мы разожгли уже костер и идем поставим варить наши куриные ноги, сделаем бульон для супа. Погнали на улицу. Высыпаем куриные голени и заливаем водой. Казан пока еще не сильно нагрелся. Обязательно в холодную воду курицу надо класть для бульона. Вот такого количества можно еще немножко выкипеть. Вот так будет достаточно. Примерно, наверное, литров 7 я налил. Казан чуть на одну сторону. Все, сейчас посолим бульон и будем снимать пену периодически по мере ее появления. Сколько соли? С соли сюда полужмени. Вот сегодня ровно полужмени. Именно жмени, подписчики, жмени. Прошло примерно 20 минут, как варится наш бульон. Снимали пену, вот курица уже начинает провариваться. И самое время закинуть морковь и картошку. Водичка у нас посоленая, как я говорил, полужмени. Вот уже супчик заиграл. И еще варим примерно 20 минут будем варить. И в самом конце добавим зелень, потому что зелени вариться практически не надо. Как раз сейчас ее подготовим. То есть, Олег, у нас сегодня все очень быстро и просто? Ну, оно не совсем быстро, но просто, да, просто вкусный суп. Пока варится картошка, подготовим крапиву. Крапиву обязательно и щавель помыли хорошо, отпыли. И еще раз повторюсь, вот только макушечки я брал со свежей молодой крапивы, только макушки. Потому что ниже там уже идет ствол. Стебели это не так вкусно. И вот такое количество щавеля у нас. Щавель и крапива варятся очень быстро, поэтому, я думаю, прям надо вот так вот брать по одному листочку. Это можно полгода их рубить. И вот такими вот, не скажу, что совсем мелкими. Вот примерно вот так вот перерубаем. Так, мне кажется, опять стол качается. А это нормально, потому что если не будет качаться, вкусно не получится. Так что если у вас не качается стол, срочно пилите ножки у стола, одну ножку. Желательно левую. Перерубаем. Также потом совсем мелко порубим зелень. Это у нас петрушка, зеленый лук и укроп. Зелень на ваше усмотрение. Какую едите, можно какую-то добавлять, не добавлять. Смотрите сами. Крапива, кстати, молодая. Она еще не такая, практически даже не колючая. А если колючая, там советуют кипятком отдать и все. Ну, я эту рвал вообще спокойно. Без проблем, как говорится. Прошло буквально минут 15. Такое слабенькое, слабенькое кипение совершенно. Я уже перекрыл сейчас заслонку. И добавляем сюда щавель и крапиву. Теперь варить будем еще минут 10. Через 10 минут добавим зелень. Нашу свеженькую. И поперчим. На соль попробуем. Может быть, досолим немножко. И будем уже дегустировать. Цвет сразу как поменялся, да? У щавеля. А крапива все зеленая. Заметно сразу где щавель и где крапива. Ждем. Прошло 10 минут, как варится, щавель с крапивой. И добавляем много зелени. На соль я попробовал нормально. Сейчас единственное поперчим, но это по вкусу. Сильно много не буду, потому что кому как нравится. А для запаха, для аромата немножко добавить. И это всегда вкусно. Все, сейчас перемешаем. Полностью закроем заслонку. И пусть оно постоит минут 5. Мы уже за кадром отварили яйца. Сейчас уже накроем на стол. Покажу подачу, как будем это есть. Ну и продегустируем эти весенние вкусные зеленые щи. Ребятки, самый долгожданный момент. Виталик к нам приехал в гости. Будем дегустировать. Я снова здесь. Тяжело. Правда, сегодня я без баяна. Welcome to Russia. Баян будет 8 июня, ребятки. Виталик, где ты пропадал? Ой, я где только не был. Был и в Испании, и в Германии. В общем, в Западной Европе, скажем так. Ну а теперь нахожусь снова в родном Троицке, на родине. И тут зеленый щи. А тут прям вообще какое-то чудо. Виталий, ты когда-нибудь пробовал щи из крапивы и щавеля? Ну, щавельный суп я пробовал, да. Но я думаю, это какой-то особенный. Ну, не знаю, что особенный, не особенный. Сейчас попробуем. Каждому по куриной ножке. О, ускориться не пробовал. И зеленушки, бульончик. О, хорошенько, да. Вот так. Ну, сейчас уже такая погода, жарко на улице. Поэтому я думаю, я такой супчик вам как раз прям. Ну и теперь подача. Отварили за кадром яйца. И в каждую тарелку вот так вот. Я считаю, это более удобный способ, нежели просто крошить туда яйца целиком в казан. Потому что, ну, как-то не знаю. А щавель сами собирали? Не так аппетитно. Щавель с огорода, да, у меня с деревни. И крапиву тоже нарвали сами. Молоденькую крапиву. Натуропродукт. Да. Вот так вот. Ну что, приятного аппетита. Будем пробовать. Ага, и сметанки надо добавлять. И сметанки туда, конечно. И что, Алик, забыл. Сметанку. Ну, это каждый сам добавит себе, сколько считает нужным. О, по полбанки в каждую. И соль, перец по вкусу, соответственно. Супер. Виталик, ну что, как тебе супец? Супчик очень душевный, вкусный. Прям вот зашло прям вообще по красоте. Пустые тарелки, только гвоздь. По блюду, что, мне хватило всего. Единственное, на такой казан все-таки, я думаю, можно добавить больше щавеля и крапивы. А так, по вкусу. Ну, я себе, я люблю острое. Перца добавил немножко. Сметанку, естественно, по вкусу, ложку. И немножко подсолил, так как я специально не пересаливаю блюда. Я люблю очень соленое. Кто-то не любит там соленое. Поэтому соль и перец, это всегда по вкусу, ребята. А так, что, респект. Самому себе респект, да. Суп вкусный, весенний. Действительно, такой легенький. Короче, вкусно на природе прям вообще. И приготовить недолго и несложно. Так что, кто на даче, взяли, пока тяпали эти грядки, закинули курочку. Протяпали грядки, закинули картошку там, и все готово. А хапку плов, а хапку дров и плов готов. Ну все, ребят, заканчиваем видео. Не забываем ставить лайки. Все ссылки на соцсети внизу в описании. Там все найдете. Вконтакте, в инстаграме мы. Инха Видеолайф и так далее. Всем пока. Пока, ребята.